Секреты вкусной жизни от знатока оригинальных рецептов. В постоянной рубрике «Вся соль» кулинар экстра-класса Ольга Бакланова расскажет, как приготовить необычное блюдо из привычного нам всем продукта. У этого старинного французского блюда очень необычное название – картофельный коврик. Рецепт очень прост, но, как вы сейчас увидите, есть одна сложность в его приготовлении. В определенный момент нужно привить наровку и ловкость рук. Я готовлю картофельный коврик по рецепту шеф-повара Алена Дюкасса. И для этого мне понадобится 1 кг картофеля и 1 столовая ложка растительного масла. Единственная вольность, которой я себе позволю, – это добавлю к картофелю сладкого красного лука. Получится очень вкусно и добавит в блюду новую краску. Для начала картофель нужно очистить и слить из него лишнюю воду. И обсушить картофель на полотенце, чтобы он был сухим. Теперь я натру картошку на терке. Если у вас есть кухонный комбайн, то вы можете просто картофель насереть в комбайне. Ну вот, картофель я натерла. Теперь его переложу весь в миску. Натертый на терке картофель нужно сильно отжать от лишней влаги. А сейчас я порежу красную луковицу. Ее лучше всего резать не кольцами, а маленькими тоненькими сегментами, потому что так лук меньше будет терять свою форму. Перекладываю лук к картофелю. Добавляю сюда соль и перемешиваю руками. Ну вот, сковорода у меня нагрелась. Теперь я наливаю на нее немного растительного масла. И очень плотно выкладываю картофель на сковородку. Я должна плотно прижать весь картофель с луком к дну сковороды, чтобы получился такой своеобразный коврик. Теперь это нужно жарить где-то на среднем огне минут 15. Ну вот, наступает самый ответственный момент. Теперь я с помощью тарелки попытаюсь перевернуть этот коврик. И верну его обратно на сковороду. И с этой стороны я тоже его поджарю где-то минут 10-15. Ну вот, картофельный коврик у меня готов. И теперь я его выкладываю на тарелку. Теперь можно посыпать коврик небольшим количеством черного перца. И к этой лепешке замечательно подходит или холодное мясо, или обыкновенный зеленый салат, который я сейчас посолю и полью оливковым маслом. Ну вот, все страхи, связанные с жонглированием сковородкой, остались позади. Теперь можно просто получить удовольствие от этого румяного картофельного коврика с красными прожилками лука. И в этом вся соль. Субтитры подогнал «Симон»